День добрый, коллеги. Прежде всего, день добрый, Ирина Анатольевна. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Мы сегодня партнеры. Это очень приятно. Так и хочется сказать всем, кто сегодня с нами говорит и показывает Витебск, как начинается открытие Савянского базара. Мы в форме шутки избрали название сегодняшнего разговора примерно так, поскольку на днях действительно реально открывается этот фестиваль. У нас сегодня, Людмила Николаевна, не смогла быть в Геннадзеевской большей пресс-конференции. Возможно, в процессе она подключится, если успеет пораньше освободиться. Так что пока я возьму эту функцию на себя, в полном смысле слова модератора и приветствия. Я хочу сказать тем, кто находится за пределами нашей страны. Это большая программа, которая объединяет в перспективе серьезных специалистов из наших трех славянских стран. Вчера дополнились переговоры о том, что Казахстан к нам присоединится в последующих моментах при присоединении их сети рассылки и также специалисты оттуда. И вчера было два очень хороших разговора с Европой. И пока не согласовали сроки, но с нами обещал быть и господин Геренца, и Фукс. Но пока это сроки не очень понятны. Будем стараться под ним подстроиться. Люди известные, занятые. Ну, это как бы приятно и общение, и уровень наших будущих кабинаров. Ну, скажу для тех, кто есть у нас слушатели за пределами Беларуси, что Витебск это в Белоруссии. И если раньше в Советском Союзе, в Ленинграде знали, где поскольку был там и есть Витебский вокзал, то москвичи нас порой искали в Казахстане, еще где-нибудь в Сибири. Теперь, благодаря славянскому базару, нашему фестивалю, мы достаточно известный город, достаточно понятный, принимаемый город. И я вот сейчас, когда перейду к рабочей части своего выступления, первым слайдом будет картинка очень красивого форума ночного, где, повторяю, через пару-тройку дней начнется непосредственно сам фестиваль. Я всегда очень люблю рассказывать еще одну очень интересную, сегодня очень важную историческую миссию нашего города. Мы были, наверное, первым городом в наших странах, который пытался поиграться в союзное государство. Это шутка. И у нас из Пскова спустился князь, и рядом с нами город Полоцкий. Княгиня Ольга поднялись, Витебск была заключена через брак уния, однако через несколько лет все это закончилось сражением Полоцкий. И, в общем-то, в Витебсках никто понимает, что с такого рода союзным государством исторически пока ничего хорошего не получилось. Так что вот такая вот история, которая тоже касается нашего города. Сегодняшняя тема, она посвящена очень важным, очень серьезным вопросам. Вопросам, которые, в принципе, волновали, волнуют, да и будут волновать акушер-гинекологов, физиаторов всего мира. И не так уж важно, у кого из нас чуть больше или чуть меньше частота преждевременных родов, это показатель достаточно субъективный, зависящий от многих факторов, и реальных, и субъективных, опять же, я повторюсь. И мы постараемся сегодня, Сергей Анатольевич, предложить вам материал, связанный в некоторой мере с изменениями взгляда на проблемы, и в некоторой мере последовательность. Мы много лет сотрудничаем, понимаем друг друга, последовательность в большей степени я остановлюсь на предикторе, который сегодня известен уже многим, практически всем, кто интересуется этими вопросами, работает с ними. Это вопрос короткой шейки, как предиктор, и в последующем развитие, переход, юфетов, простите, в безрактальную недостаточность, где в этом вопросе больше внимания будет уделено во втором докладе, и мы как бы вот этот вот ступенчатый алгоритм, который ведет по следующим, или благоприятным, если мы работаем правильно, или не совсем сходом, постараемся сегодня выстроить это последовательно, чтобы вам было и интересно, и полезно в вашей работе. Ну вот как бы я такими словами хотел к вам обратиться, и сейчас будем с вами начинать непосредственно работу. Вот та самая картинка, которую я анонсировал, вот так вот выглядит этот красивый форум, который на сегодняшний день живет, процветает и всегда рад гостям. Сегодняшний наш обучающий интернет-семинар, он как бы пока распространен на три страны, мы очень надеемся, что география будет расти, и будет расти быстро, и тем более в этом направлении ведется работа, и эта работа имеет положительный отзыв и желание наших коллег в этой работе участвовать. Итак, я хотел бы таким вот образом обозначить возможность сегодняшнего взгляда на проблему, поскольку все мы понимаем, что одно из сегодня нерешенных моментов, один из нерешенных моментов, это то, что мы уже опаздываем. Уже и ЦН, уже и последующие проблемы, они в той или и мере запускают пусковой механизм приходы к пеждевременным родам, к этим рискам. И то, что мы делаем в третьем триместре, это, по сути дела, мы каким-то образом используем все наши возможности, наших клиник, в зависимости от уровня клиники, чтобы догнать уходящий поезд, чтобы выиграть хотя бы неделю. Я вижу, что к нам Вячеслав Натанович из Латшин подключился из Казахстана. Вы только сказали о возможностях сотрудничества. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, рад слышать и видеть. Мне очень приятно. Это очень здорово. Так вот, в силу этих причин, я буквально один слайд проговорю, вот этот, который вступительную часть не буду. Дело в том, что фактор расстания, оно не является чрезвычайно важным. Я думаю, что мы именно об этом сейчас и поговорим. Поэтому на сегодняшний день начинаю обсуждать эту важную злободневную проблему для всех стран и континентов, мы должны сразу определиться. Все-таки, когда мы говорим о профилактике, о прогнозе, о каком-то недопустимости развития преждевременных розов и невынашивания, мы куда эту проблему отнесем? Нерешаемые или нерешенные проблемы? Вот в этом отношении сама по себе ситуация приводит к тому, что мы должны, на мой взгляд, должны немножко изменить концептуальный взгляд на эту проблему. Сегодня вот эта вот сверхзадача снизить частоту преждевременных родов, она выглядит несколько надуманной, хотя по старинке именно так она звучит. Потому что как мы хотим или мы не хотим, но у нас будет расти частота преждевременных родов, потому что становится хуже качество неприутробного состояния, растут хронические гипоксии, как у полцентарной дисфункции, как угодно. И это приведет к росту индуцированных родов или кесаревых сечений по причине родоразрешения при незрелой шейке в интересах ребенка, дабы не допускать тяжелую гипоксию. При незрелой шейке матки такие вещи будут проходить и будут возникать ситуации кесаревых сечений. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами подумали вместе вот о чем. Вот такова примерно условная статистика оперентальной смертности в разные сроки. Посмотрите, мы в сроке 22-28 недели теряем 60%, 28-32-30%, и 32-37% мы теряем 10% детей в рамках этого показателя, пока я говорю о предметальной смертности. Поэтому как бы надо немножко понимать, что нам не надо 35 недель прилагать все усилия к тому, чтобы беременность дотянув до 57, плюс 1 ради показателя, а мы должны делать что-то раньше, чтобы эту беременность и потерю в черном сроке перетянуть в серый, а то в белый, это было бы идеально. Потому что на сегодняшний день наши уважаемые анатологи говорят о том, что после 34 недель с точки зрения потери ребенка по недоношенности, он угрозы для них не представляет. Это их опыт, умение, знание, оборудование, все вместе. Конечно, каждая неделя, каждая неделя в последующей жизни это хорошо. Но когда у нас терапия связана с огромной медикаментозной нагрузкой, когда мы решаем вопросы и пролонгируем внутриутробную гипоксию, надо хорошо подумать, имеет ли смысл какая терапия в 34 недели, что мы делаем. И порой это выглядит как действительно борьба только за показатели. Поэтому основные усилия, эффективные усилия, плодотворные усилия в этой проблеме, это прежде всего усилия, направленные на профилактику до 32 недель. Это очень удобно. Мы знаем, что РДС профилактика делается эффективно один раз за всю древность. И срок наиболее подходящий для этого, это 32-33 недели. Здесь киковый успех РДС. Если мы это сделаем, мы будем эту женщину роду разрешать. Не радуйтесь, это не конец презентации. Это вот я так вот немножко хулиганю и говорю нашему натову вам спасибо, потому что благодаря им сегодня такой разговор получился возможно. Основная идеология, о которой я сегодня буду говорить, это короткая шейкоматка. Очень давно в известной работе Андерсона было показано вот такие вот интересные вещи. Этим исследованием больше 20 лет. И риск преждевременных родов при длине шейки матки менее 20 элементов составляет более 50%. Полусальная цифра. Это говорит о том, что половина преждевременных родов так или иначе проходит через короткую шейку. Уходит в ИЦН, уходит в какую-то иную картину развития событий. Но это очень важный предиктор. Второй момент, вытекающий из этих исследований. Чем раньше мы выявляем короткую шейку, тем раньше она прервается. И чем короче шейка матки, тем раньше эта беременность прервется. Вопрос в том, чтобы ее пораньше выявить, что-то с ней делать. И в таком случае, может быть, здесь, почему я вот эти упущенные возможности первого триместра говорю, здесь, может быть, можно что-то пойти найти полезное. Надо ли вообще заморачиваться в эту сторону? Позволить такой с вами. Посмотрите, вот наши белорусские данные. Получается 25%, то есть каждая четвертая женщина имеет короткую шейку из тех, которые эту беременность не доносили. Это много. Там у Андерсона вообще до 50%. Мы получили 25%. Не меняет ничего. Колоссальная четверть женщин, которые не доношены. Те – это короткая шейка. Что с этим делать с точки зрения ранней диагностики? Конечно, было бы сегодня с моей стороны не безответственно говорить о том, что давайте-ка мы будем специально искать короткую шейку, перемерять, делать сервикаметрию, ультразвуковую, вагинальную, всех подряд. Этого делать не надо, это делается совершенно просто и по-другому. У нас есть два наших скрининга во всех странах, которые делаются, и только лишь расширение протоколов первого скрининга позволяет нам параллельно с этим теми же глазами, теми же аппаратами, теми же руками в России ультразвуковой диагностики, которые этим занимаются, потому что чаще, слава богу, функционалисты, а не акушер-гинекологи, делают скрининги. И это квалифицированные ответы, в которых врач-аккушер-гинеколог не имеет дополнительной нагрузки, имеет дополнительную информацию в счастье наличия или отсутствия короткой шейки протоколов. А вот теперь другой вопрос. Нашли. Что с ней делать в этом сроке? Мы сейчас обсуждаем тему 12 недель. Что делать в 12 недель? Проблема в том, что чуть позже мы это обсудим, писали рано вроде, шов рано вроде. И поэтому здесь очень непростой вопрос, и поначалу, когда мы работали в этом направлении, наши оппоненты всегда говорят, ну и что? Что вы ее найдете? А что потом? За находки должны быть какие-то действия. Поэтому я, прежде чем пойти туда, хочу немножко остановиться на такой вот, ну просто удивительной картине, как факторы виска, то есть временных родов и коротки шеи. Если посмотреть разные издания, до 30 факторов, которые определяют сегодня угрозы. Это, конечно, неудобно, это неправда, потому что там есть и курение, и стрессы, что муж поздно домой пришел. Ну, уважаемые господа, как бы мы ни старались, но мы можем, конечно, всех заставить, бросить курить, всех призвать, не нервничать, но это все нонсенс, это все не работает, это все пустые хлопоты. И на сегодняшний день все больше и больше специалистов, которые работают, и в частности в последний доклад Доренса, наверное, многие слышали, приходят к выводу, что, в общем-то, реально, объективно, мы можем отталкиваться от достаточно коротких групп причин, точнее, тех факторов риска, которые могут так или иначе определить развитие этих состояний. Это преждевременно роды в анализе, есть некий фон, который даже не обязательно сделать доказательным, почему. Это короткая шейка, потому что это говорит о том, что есть у нас проблема, это может быть проблема гормональная, это может быть проблема анатомическая, это может быть проблема связанная с дисплазией ткани, соединенной. Это тоже уже не важно. Сейчас мы обсуждаем сам синдром как таковой и факторы, предикторы, которые нам на него указывают. Ну и, конечно, всегда, когда мы будем иметь повышенное приматочное давление, крупный плод, многоводие, многоподие, это, безусловно, попадает в эту группу, поскольку никуда мы от давления как фактора риска и развития современных родов не уйдем. А теперь давайте пройдемся дальше. В группах риска по ИЦН мы уже четко распределяем все эти вещи, как нас всегда еще в школе учили, анатомические и функциональные, связанные с какой-то анатомией, с каким-то пороком, с какой-то травмой или с различными гормональными причинами. То есть, как ни крути, или отдельно первая база, или отдельно вторая база, или они вместе. Именно это в свое время породило вот такую вот идеологию, которую мы сегодня придерживаемся, и она, в общем-то, сегодня защищена патентом, как новая медицинская технология. Давно уже достаточно, новая, это так, по старой памяти. Это, исходя из предыдущего вот этого слайда, который я вам показываю, получается, это в упрощенном формате выглядит так. Гормональная поддержка, особенно это важно в ранних сроках, пока писарий, шов, таколиз вообще в последнее время медикаментозный стал очень таким условным, когда производитель такета заявил о том, что его нужно делать коротким. Ну, какой смысл от медикаментозного таколиза 3-4 дня. Это ничего абсолютно не решает с точки зрения развития и полонгации беременности как такового. Поэтому на сегодняшний день мы с вами имеем вот этот вот провал, который я делегирую к тому слайду, если помню, который был раньше, кто смотрел, когда много вариантов, но ни один из них по срокам не подходит. И в этой ситуации только один фактор мы можем себе позволить с точки зрения регистрации, разрешительности, возможностей, я имею в виду писарей, это, безусловно, гормональная поддержка. Она должна начинаться в 12 недель лучше бы и ранее, но там о короткой шейке говорить можно условно, в том случае, если какой-то из предикторов работает, а все остальные рычаги еще не нужны. Ну, это очень короткий слайд по поводу прогестеронов, надо ли он вообще. Мне очень понравилось, как еще в 13-м году на каком-то из конгрессов на этот вопрос очень красиво ответил господин Доренц, которого я глубоко уважаю, почитаю, честно знакомый, общаться периодически. Он сказал, после того, когда появились антигистогенные, я условно так называю, препараты, вопрос о прогестероне, который раньше признавался к гербан-древесу, вообще был снят, поскольку, когда мы эти препараты применяем, беременность, как мы все знаем хорошо, прерывается в любом сроке. Если обсуждать тему прогестерона, какой? Классика, классика фармакотерапии, куда меня отправил мой большой друг из Киева, Академик Резников в свое время. Вадимый гормон должен быть идентичным по отношению к сфектируемому в организме, веществу, по химической структуре и его биологическому действию. Очень важно, потом мы на этом остановимся, по химической структуре при беременности особенно он должен быть идентичным, поскольку на него, на эту структуру вырабатывается рецептор, который потом позволит получить эффект. Еще очень важная болевая точка, которая пришла с годами. Если мы будем определять комбинацию препаратов или переход с одного препарата на другой в зависимости от регистрации, в зависимости от опустимости срока, это будет большой ошибкой. Выработка новых рецепторов под новый прогестрон это две недели. Это две недели. И эти две недели будет происходить конкуренция за этот рецептор, и мы нанесем, ну, если не вред, то, по крайней мере, пользу в нашу пациенту до него никакой, оставив ее безгромональной поддержки. Снова о безопасности. Понимаете ли, вот это уже ситуация, которая, RDA, на которую я опираюсь, как докладчик в данном случае, не позиционируя некую свою субъективную точку зрения. На сегодняшний день есть очень база, большая исследование, где эта тема, ну, я, например, считаю, что это мое субъективно, вы можете с этим не согласиться, что эта тема практически решена. Особенно после вот этих вот призм и иных исследований, о которых я хочу позже скажу. Вот что такое идентичность. Я очень люблю, опять же, этот слайд, он подавил Резниковым когда-то, Александр Григорьевич, в котором он очень красиво показывает эту вещь. H2O, молекула жизни для клетки, H2O2, перекись водорода, молекула смерти для. Вот что такое одна молекулярная связь, с которой мы, в принципе, напрочь поменяем всю ситуацию с ног на ногу. И вот в связи с этим исследование, оно опубликовано в уважаемом Ланцете, в котором пишется о том, что препараты, которые имеют неидентичную, подчеркиваю, неидентичную структуру, появляются очень серьезные вопросы, которые сказаны в данном случае с более частыми среди матерей детей, рожденными, с рожденными пороками сердца, чем среди матерей детей в контрольной группе. в некоторых исследованиях. В некоторых исследованиях авторы исследований очень, ну, я не думаю, что монтируют совсем уж так открытым текстом, потому что в этих исследованиях выбирается очень интересным образом конечная точка дизайна исследований беременность и рождение, но нет анализа здоровья детей на вооружение. Если конечной точкой сделать анализ на вооружение детей, ситуация выглядит значительно более печально у некоторых препаратов неидентичных. В данном случае вот то, на что я ссылаюсь на, ну, если не первый, то один из первых печатной продукции в мире журнал «Ланцетт». Именно поэтому видите, какая интересная статистика использования тех или иных препаратов в репродуктологии привыкло. Фактически то, с чем работают люди на этапе очень тонкой работы с клетками это серьезное и большое доказательство того, насколько эти препараты предпочтительнее и безопаснее производить. Ну, и мы очень рады были, когда мы об этом говорили с группой специалистов уже много лет, что в 2015 году ФИГО приняло вот эту вот рекомендацию, которую вы видите, где считается, что и трансвагинальная церковь рекомендария, правда, сроки другие, мы немножко позиционируем все это раньше, чтобы начать работать с ними раньше, поэтому 25 миллиметров классика, интравагинальный путь классика и так далее. То есть, это уже возоблагало как рекомендации, которые, в общем-то, идут для всех стран. Вот это очень интересный момент, посмотрите, мы привыкли к вами иметь 400, ну, в крайнем случае 600. Вот последнее выступление Деренца как раз проводится результат метаанализа, что вагинальный инклинизированный прогестерон применяется и 800 миллиграмм принято в космосе. Это для нас очень большие дозы, мы их немножко боимся, мы работаем с меньшими дозами, но данный слайд я привожу не как призыв, а как понимание допустимости и опыта других клиник, других стран работать на больших дозах. Трагедии не случилось, последствия не видели, как-то они верят те исследователи, которые докладывают. Еще один потрясающий совершенно результат, который позволяет нам надеяться на некие подвижки в очень сложные проблемы фетоплацентарной эписари. Если мы действительно при использовании прогестерона эписария получаем миграцию плаценты в более функционально лучшие области, которые лучше кровоснабжаются, это автоматически начинается тема, которая называется лечение профилактики ФПМ и соответственно тех или иных внутриутробных нарушений. Я даже позволил себе вот эти выводы, они не мои, это не плагиат, я честно говорю, вот этот вывод сделан господин Андренса в конце июня в его выступлении, я их даже не буду воспроизводить, я немножко поговорю об этом, вы, кто имеет желание, посмотрите, это презентация до сих пор еще в доступе по-моему на ютубе, по крайней мере две недели назад был потрясающий наклад, очень рекомендую туда вернуться, но решение назначения лекарственного средства все равно остается прожигативы леча врача и только долго решают что. сегодня в рамках того, что у нас разговор на три страны, я рад, что у нас уже не трое, но предполагался так, то на сегодняшний день предпочтение в этих странах отдаются следующим препаратам, если говорить в том виде, в котором я говорил, есть и гидростерон, есть и другие препараты, конечно, да. Вот мы предпочитаем сегодня Сустен, потому что этот препарат, я в следующем слайде скажу, почему мы в Белоруссии считаем. Прожига сам в Российской Федерации это аналог и один тоже производитель. В Украине работает лютуина, я в прошлый раз общаюсь и с Еленой Анатольевной, и с господином Медведем, когда участвовал в вебинаре, узнал об этом препарате более подробно, украинские коллеги очень его любят, ценят, и мне тоже очень интересно стало, у нас его нет, но доказательная база очень серьезная по этому препарату, и там есть отдельный эффект, я думаю, если он придет в Белоруссию, мы будем рады получить какие-то дополнительные возможности. А вот такая ситуация с этим препаратом, который я говорю про нашу страну, 10 лет в стране постоянный тендерный препарат, самое важное, проведено клиническое исследование в Белоруссии, это важно, любая страна к ним относится с большим доверием, и большое число публикации, больше 15 за это время белорусскими, не только учеными, в доступной литературе. Ну и, наконец, когда мы говорили о концепции, я говорил о том, что, ну, только сторон плюс писарий, вот это вот очень мощные вещи, конечно, это белорусы, белорусские писарии, знают все, неудивительно, что мы их используем, мы их позиционируем, мы их любим, и мы их усовершенствуем, об этом будет сегодня часть, вторая часть разговора. Итак, на сегодняшний день все знают, разгрузают всех путешественных писарий, он работает много лет, работает во всех странах, зарекомендовал себя хорошо, и, в общем-то, у него есть своя ниша, когда надо разгрузить, когда большой объем, когда большая нагрузка, когда большое давление, тогда вот эта бабочка, она и должна работать, потому что иной цервикальный писарий эту функцию не выполнит, он соскользнет, поэтому разгружающий писарий. Но, вот это вот наша уже не совсем новинка, но об этом бы хотелось чуть-чуть поговорить. Дело в том, что очень много докторов хотели мягкий писарий, но, понимаете, мягкий писарий теряет смысл, он не жесткий, он не разгружает, но, но, он вместе с тем решается в ряд вопросов. Мы запустили его, мы им очень довольны, экскурсии больше не стало, жесткость его условная, но появилось при технике нормальном установке, значительно более простая ситуация для врача, безусловно. И, вот это вот сегодня, поработав с ним около трех лет, мы уже говорим о том, что мы четко понимаем, чем он лучше. Жесткость позволяет сохранить функцию, нет экскурсии, это важно. При выборе размера писария отпала необходимость оценивать фото влагалище, он мягче, он позволяет убрать эти ограничения. Более приемлем психологически, как для врача, врачи жаловались, что им очень сложно научить на это и настроить пациента. Эластичное свойство позволяет обеспечить безболезненные его установки удаления и, наконец, позволяет проводить трансфагинальную церквикиметрию, чего не было у пластика. Поэтому на сегодняшний день исчезают и некоторые вещи, которые нам не нравились. Лимфорея, отек шейки и так далее. При этом писария практически мы этого не наблюдаем. И в силу этих причин меньше стало выделение невоспалительного характера, которые часто оценивались как инфекцией, писарий убирался. Поэтому на сегодняшний день использование писария позволяет то, о чем я сказал, вместе с прогестероном получать миграцию и при ущемлении писарий, это бывает очень редко, его можно рассечь и удалить. Цервикально обычный писарий, который, так сказать, арабиновский, мы его хорошо знаем, я на нем устанавливаться не буду. Единственное, вот техника установки немножко. И хочу сказать, что мы хотели бы, чтобы нас услышали. это не альтернативный инструмент писарий разгружающий писарий шейчин. У них есть свои четкие показания, они помогают работать друг в другом, вот его механизм, вот сценографический контроль, и на сегодняшний день, когда фактор шейки и шейка длина, может работать и арабиновский писарий. Еще в 15-м году на конгрессе русскоязычных в Москве, где мы имели честь с Академиком Медведем вести секцию СНГ. Было признано, что акушерский шов, писарий и пробистерон рано действенное начало. Последний клинический протокол Ассоциации Викториусеевича Родинского нас очень обрадовал, где прозвучало, что писарий может пойти в 11-30 недель. Он приближается к тому сроку 12, который мы рапуем. Посмотрите, появились хорошие результаты по короткой шейке трогестерон и отдельно при двойне, о чем много говорили и о чем и Хасан доктор много говорил и исследовал, не было убедительные данные. Сегодня они есть, это на них прямо ссылки. Это очень важно. Двойне это 100% фактор давления, с которым нам сложнее все справиться. Заканчивая свое выступление, я хочу сказать о том, что мы ушли практически от швов как таковых. Вот динамика в Белоруссии соотношение швов в сайт, мы же и больше не считаем, динамика та же примерно, в этом нет смысла. Достаточно убедительное, я считаю. И вот то, чем мы очень гордимся. Из вот этого черного промежутка 22-28 нам удалось вот эту пирамиду сдвинуть и получить вот этот рост 6, можно сказать, мало процентов детей, которые перешли в сроки более выхаживаемые, хотя 37 это разница даже меньше. Почему я вначале и говорил, не так важно 37-37, важно, чтобы они ушли в другую градацию срока. Заканчивая свое выступление, я хочу показать вам вот этот слайд, я очень люблю, немножко хулиганистый, известный акушерник из Одессы, который говорит о том, что счастье это увидеть и успеть. Поэтому в данном случае я всех призываю рано относиться активно к этой проблеме, это непременно приведет к результату. Мы продолжаем проводить серию этих семинаров, они будут звучать, и я надеюсь очень, что мы к этим вебинарам подключим, уважаемые коллеги из Казахстана, работа прошла и обязательно это получится. И на этом вот сайте, который внизу приведен, пожалуйста, коллеги, если у вас есть вопросы касающиеся сложных пациентов, сложных вопросов теоретических, пишите, мы всегда будем рады помочь разобраться в рамках нашей компетенции. У нас хорошая команда, я думаю, мы с этим сможем справиться. И заканчивая свое выступление, в наше нелегкое время по разным причинам и самое главное это время, которое сегодня мы все знаем, понимаем, в нем находимся. Храни вас, Господь, ваших близких, спасибо за внимание. Я с большим удовольствием передаю слово моему партнеру. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я очень рада сегодня быть на этой новой площадке. У нас сегодня дебют вот в таком составе именно с территории Беларуси. Значимость вот такой работы, она очень большая, она нас объединяет. Сегодня нам все сложнее в силу разных обстоятельств видеться вживую, мы очень скучаем за живым общением. И вот такой вариант онлайн общения, он помогает нам выживать, работать, развиваться и общаться с нашими коллегами в разных странах. Вот вы видите, сегодня у нас кроме Украины, Беларуси, России, с нами Казахстан. Это очень приятно, потому что все мы друзья, все мы коллеги, у нас общие цели, общие задачи и мы смотрим в одну сторону. Продолжая ту тему, которую начал Сергей Николаевич, я более, может быть, в академичном таком плане расскажу о вопросах именно недостаточности обтурационной функции шейки матки, потому что обтурационная функция может нарушаться в разные стороны, может быть ее недостаточность, когда мы говорим именно о эстмикоцервикальной недостаточности, но может быть и ее запоздалое созревание, то есть избыточность, когда мы говорим о перенашивании беременности и о нарушениях созревания шейки матки, там уже другие обратные процессы происходят. Поэтому сегодня все-таки говорим о недостаточности, которую мы чаще с вами называем эстмикоцервикальной недостаточностью и сегодня уже обозначили, что это патологическое состояние перешейка и шейки матки, когда они теряют способность противостоять внутриматочному давлению, удерживать плодное яйцо до срочных родов. Имеет свой код по МКБ 10-го пересмотра и является одной из основных причин, как мы сегодня слышали, в общем-то в глобальном плане от 16 до 28 недель в сроках беременности составляет частота 15-20% среди всех беременных, а если это женщины с репродуктивными потерями в анамнезе, то цифра достигает и 37%. Уже говорилось о факторах риска, действительно, это и многоводие, ну, например, сегодня у нас очень расширенные возможности для вынашивания беременности у женщин с сахарным диабетом, а такие беременности достаточно часто сопровождаются развитием многоводия. Кроме того, многоводие встречается и при других процессах, например, при внутриутробном инфицировании, что при сегодняшнем иммунитете и вот сегодняшней такой напряженной обстановке инфекционно-эпидемиологической в мире, это вполне, так сказать, реальный фактор риска. Многоплодная беременность, ну, вы знаете, что одно время наши репродуктологи увлекались подсадкой нескольких эмбрионов и развивалась многоплодная беременность, когда удачно, когда нет, но такой процент был достаточно велик, на сегодня эти взгляды пересматриваются и сейчас стараются дать шанс больше одному ребенку, но в случае многоплодной беременности и спонтанных также возрастает, потому что у нас возрастает количество женщин в возрасте 35+, которые входят в беременность, и здесь возможны спонтанные многоплодные беременности в силу уже несколько особенной работы яичника в этом возрастном периоде. макросомия плода также один из факторов, который может увеличивать внутриматочное давление на область внутреннего зева. Травмы шейки матки в анамнезе, гормональные нарушения, о чем сегодня уже говорилось, анатомические и очень серьезным фактором в последние годы принято действительно нефтиференцированная дисплазия соединительной ткани именно за счет того, что структура коллагена, который составляет внутреннего зева структура экстрацеллярного матрикса и является материальной основой состоятельности шейки матки в силу врожденной недостаточности соединительной ткани нарушается и как следствие одним из проявлений является развитие именно сервикальной недостаточности. Кроме того, существует такая классификация эсмикоцервикальной недостаточной когда мы можем говорить о врожденной это при генитальном инфантилизме пороках развития функциональная которая развивается при отсутствии различных повреждений перешейка и шейки матки вот здесь именно идет нарушение соотношения мышечной соединительной ткани и органическая это уже иногда вот и наши с вами действия это скабливание неосторожные вмешательства это неушитые разрывы шейки матки после родов одно время мы не осматривали родовые пути по протоколам которые в общем-то были приняты потом мы увидели большое количество женщин с патологией шейки матки с деформацией ее с несостоятельностью и на сегодняшний день все-таки вот в нашей практике ежедневной мы вернулись к тому что мы все-таки смотрим шейку матки после родов и стараемся сразу восстанавливать ее целостность если есть такая необходимость кроме того это может быть и следствие акушерских операций что также требует своевременно выявления и коррекции что касается клинических вопросов то я бы хотела остановиться на том что существует все-таки определенная разница в понятиях короткой шейки матки и эсмикоцервикальной недостаточно короткая шейка матки она в себе объединяет много понятий сюда можно конечно отнести эсмикоцервикальную тоже при ней также укорачивается шейка но это будет вторично все-таки короткая шейка матки это характеристика угрожающих преждевременных родов которые могут сопровождаться клиническими проявлениями и здесь укорочение самой шейки матки начинается с наружного зева без деформации внутреннего и параллельно начинается расширение цервикального канала а вот собственно эсмикоцервикальная недостаточность она отличается тем что изменения начинаются именно с области внутреннего зева помните я говорила недостаточность обтурационной функции вот оттуда начинается весь этот патологический процесс и в последующем уже за счет вот раскрытия внутреннего зева будет расширяться цервикальный канал и параллельно укорачивается сама шейка матки но уже от внутреннего зева к наружному здесь на этих иллюстрациях видно как это происходит в том и ином случае иногда вот в клиническом плане нам важно понимать вот такой ход событий конечно по диагностике это прежде всего осмотр то что я уже говорила наличие каких-то дефектов шейки матки это видимое раскрытие ее это в самых тяжелых запущенных случаях пролоббирование плодного пузыря в канал шейки матки а хуже всего когда уже из наружного зева шейки матки но золотым стандартом является все-таки трансвагинальное ультразуховое исследование которое позволяет выявлять и изменение длины и изменение шейки матки именно вот в сроках 16-24 недели и клиновидную трансформацию канала шейки матки вот если говорить о норме то норма представлена там где схематически изображен внутренний зев и цервикальный канал в виде буквы Т то есть закрытый внутренний зев закрытый цервикальный канал при сохраненной длине шейки матки все остальные варианты это варианты развития истинно-цервикальной недостаточности из которых самым неблагоприятным является изменение области внутреннего зева по типу латинской буквы В потому что здесь идет вклинение плодного пузыря начинающийся раскрываться внутренний зев и расширяет тем самым дальше цервикальный канал способствуя и укорочению шейки матки как следствие скорее всего это будет излитие околоплотых вод и прерывание беременности если мы говорим о таких сроках которые 16-24-28 или так далее это в случае нашей клинической практики когда было обнаружено на среднем снимке видно хорошо вот это V-образное обклинение плодного пузыря в область внутреннего зева уже в канал шейки матки но тут было бы не так интересно если бы еще параллельно в структуре шейки матки не были обнаружены эндометриоидные кисты и вот в этом случае хорошо что срок уже был такой что здесь мы поставили акушерский писарий они пошли на наложение шва потому что мы бы распространили этот эндометриоз еще дальше куда-нибудь разнесли его при инвазивном методе наложения а факторы риска здесь у женщины были для такой патологии смотрите здесь и криодеструкция была на шейке матки были роды было два аборта когда были выскабливания здесь есть основания и для развития шеечного эндометриоза и для эсмикоцервикальной недостаточности вот вам наглядная демонстрация реализации факторов риска если мы говорим о женщинах групп риска которых уже были в анамнезе такие ситуации у которых есть признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани то что я говорила многоплодная беременность ноговодие и так далее то есть дополнительный цервикальный стрессовый тест который позволяет еще до клинических проявлений выявить тенденцию к раскрытию внутреннего зева и укорочению шейки матки когда надавливанием на дно матки при трансвагинальной ультразвуковой диагностике определяется небольшое раскрытие области внутреннего зева и вклинение плотного пузыря туда его скажем так разновидности является кашлевой тест вальсальвы когда точно так же при трансвагинальном исследовании женщину просят покашлять и такой же идет учет вот нам и тоже у нас проводилась научно-исследовательская работа которая позволила нам разработать свой алгоритм который получился по патенту Украины на изобретение диагностики недостаточности операционной функции шеки-маки с использованием трансвагинального исследования и здесь были использованы и стандартные критерии которые общеизвестны и они входят в наш приказ Министерства здравоохранения по вынашиванию беременности и кроме вот не буду останавливаться на большом количестве показателей они здесь все представлены вы их видите здесь хочу обратить внимание на одну деталь кроме кошелевого теста вальсальву мы еще определяли изменения в эхоструктуре самой шейки-матки путем оценки ее воскулиризации потому что как оказалось в структуре шейки-матки имеются сосуды которые до момента подготовки ее к нормальным срочным родам должны быть пустыми их просто не видно при доплеровском исследовании и заполняться они кровью начинают именно в процессе подготовки шейки-матки к нормальным родам если это сроки беременности когда о нормальных родах говорить еще крайне рано и мы видим вот эти жидкостные включения яркие штриховые эхо-сигналы это говорит о том что идет достаточно преждевременное заполнение этих сосудистых кавернозных тел в шейке-матке и говорит о том что идут уже подготовительные работы это женщина с серьезной группе риска по возможности или прерывания беременности или развития преждевременной родовой деятельности поэтому вот возьмите на заметку те кто занимается ультразвуковой диагностикой как один из моментов когда вы можете выявить еще на доклинической стадии конечно прежде чем мы будем говорить о коррекции лечения нужно говорить о профилактике профилактика начинается конечно же вне беременности с восстановления целостности шейки-матки после всяких ее травм которые были в жизни женщины до этого момента возможно приведение даже трансабдоминального или лапароскопического серпляжа до вне беременности такие методики на сегодня есть конечно же это профилактика сексуально-трансмиссивных инфекций и потом поддержка оптимального ПАЖ половых путей для того чтобы предотвратить восходящий путь инфекции даже если будет какой-то степень развиваться современное выявление факторов риска мы тоже о них сегодня говорили этих женщин брать на особую заметку с многоплодием с многоводием крупным плодом и так далее и конечно же то что уже говорил Сергей Николаевич в взятомном порядке прогестероновая поддержка беременности на фоне измикоцервикальной недостаточности столько сколько будет требовать конкретная клиническая ситуация говоря о роли соединительной ткани вот то что сегодня уже звучало надо сказать что функционирование репродуктивной системы она играет огромную роль посмотрите какое количество процессов и состояние зависит от состояния соединительной ткани и среди них и патологическое течение беременности и недвынашивание беременности в котором очень большую долю занимает именно измикоцервикальная недостаточность здесь я еще хочу обратить внимание на то что это женщины которые стоят в группе риска по раннему развитию в молодом возрасте у них пролятся половых органов что естественно будет ухудшать и качество жизни и сексуальное и просто качество жизни и здоровье таких женщин это может быть у них и во время беременности кроме того дисфункция лонного сочленения и нарушение репарации тканей и очень много других проблем это я говорю только о репродуктивной системе на самом деле дисплазия соединительной ткани она влияет на различные органы и системы и вы это хорошо знаете поэтому и нами и другими учеными были проведены ряд работ которые показали что именно прогестероновая недостаточность очень сопряжена с дисбалансом микроэлементов и это влияет на состояние соединительной ткани именно у беременности с миксом цервикальной недостаточности так было доказано что дефицит прогестерона он способствует реорганизации компонентов соединительной ткани что будет способствовать вот этим процессом ее размягчения и укорочения именно у женщин с признаками недифференцированной дисплазии соединительной ткани а женщин таких достаточно много все это кроме того сопровождается снижением в крови уровня ионизированного магния хочу сказать что в последнее время полидефицит микроэлементов и витаминов это одна из проблем современного кушерства женщины приходят в беременность именно с большим дефицитом вот по данным например немецкого общества изучения магния были такие данные что особенно казалось бы нам был всегда грешен на женщин старшего возраста а тут наоборот оказалось чем моложе беременная тем выраженнее у нее дефицит магния это связывают именно с диетами с образом жизни молодых женщин и считают что такие женщины они должны получать дотацию этого препарата микроэлемента еще начиная с при гравидарной подготовки продолжать во время беременности так вот оказывается он сопряжен еще и с недостаточностью прогестерона а когда мало магния что что происходит нарушается способность фибробластов продуцировать коллаген и тут же святое место пусто не бывает на это место приходит патологическая активация кальций зависимых уже сократительных так называемых контрактильных реакций в миометрии и усиливаются признаки угрозы прерывания беременности если брать роль этих микроэлементов которые часто конкурируют и замещают друг друга магния и кальций ионизированных получается что магния отвечает за структуру соединительной ткани то есть за состояние коллагена эластина коллагеновых волокон и если его мало то происходит замедление синтеза всех этих структурных компонентов и усиление деградации коллагеновых волокон нарушается их соотношение с эластичными волокон эластичных становится больше внутренний становится более податливым и не способен противостоять тем нагрузкам которые на него предстоит растущий плод количество околоплодных вод и так далее кроме того кальций определяет гибкость волокон эластина регулирует процессы активации центра эластан очень важен вот этот тонкий баланс между кальцием и магнием когда магния становится мало на его место приходит кальций и что происходит происходит именно увеличивается активность протеолитических ферментов и это усиливает деградацию коллагеновых волокон и приводит к избыточной деградации соединительной ткани вот наше исследование которое показали именно прямую корреляционную зависимость между уровнем магния и прогестерона в силу рептой крови женщин беременных женщин с кисмико циликальной недостаточностью что естественно требует пересмотра подходов к ведению таких женщин особенно женщин группы риска как я уже говорила то есть кроме прогестерона они нуждаются еще в длительной и магниевой поддержке вот по данным наших исследований было показано что у этих женщин один из показателей синтеза соединительной ткани был повышен и это говорило об активации коллагена синтеза коллагена первого типа который как раз и смельчает размельчение ткани шейки матки раскрытие цивиликального канала и внутреннего зева и кроме того вот дефицит магния приводит к тому что я уже говорила о том что даже если будет нормальное количество кальция не говоря о повышенном то на фоне дефицита магния это становится уже избыточным для конкретной женщины и начинаются вот эти процессы увеличения сократительной активности матки поэтому вот исходя из всего сказанного нами был разработан алгоритм действий пресмикоцервикальной недостаточности у беременных который включал в себя как диагностические действия говорили это смотр пальпация и ультразвуковое исследование с тестами или стрессовым или вальсальвы определение ИПАЖ чтобы исключить инфекционный фактор уровня микроэлементов и так далее микронутриентная поддержка как я уже говорила начиная с прегравидарного этапа поскольку мы говорим о полидефиците то есть очень важно чтобы это был именно комплекс с активными фалатами если мы с прегравидарной подготовки говорим с тем чтобы была профилактика и пороков различное развитие с прегравидарного этапа и на ранних этапах беременности обязательно двухэтапная санация влагалища с использованием селективного пробиотика длительная прогестероновая поддержка действительно в своей практике наши вот эти исследования они были проведены на препарате лютеина микронизированного прогестерона который представлен в двух формах сублингвальной и вагинальной таблетки что позволяло нам пока мы проводили санацию использовать сублингвальную форму с хорошим эффектом и то другая форма вагинальная сублингвальная позволяет нам миновать печеночный кровоток и обеспечивать быстрый эффект после этого мы определялись что же мы будем делать это будет ведение акушерского писария или серкляш причем я сразу хочу оговориться что серкляш если мы рассматривали то рассматривали только в вопросах ведения одноплодной беременности при многоплодной беременности на сегодняшний день доказано что серкляш только ухудшает исходы для таких женщин там у нас как выбор остается только писарий с длительной прогестероновой магниевой поддержкой после того да еще хотел сказать что наше такое может быть ноу-хау мы для введения акушерских писарьев использовали увлажняющий гель на основе молочной кислоты который позволял нам уменьшить неприятные ощущения у беременной и в то же время не нарушать тот баланс PH который у нее имеется во влагалище опять же после этого мы продолжаем поддержку PH влагалище но в данном случае мы используем уникальные пероральные коксулы того же пробиотика на основе селективных штаммов лактобацил и средства ежедневной антимной гигиены учитывая что все-таки немножко секреция из влагалища больше и как профилактика восходящей инфекции то что я говорила мы использовали препарат магния с коротовой кислотой причем длительно практически все то же время что мы использовали и препараты прогестерона до 34-35 недель беременности ну периодический контроль эффективности должен быть конечно наиболее простой это PH метрия и так далее уже есть необходимость дополнительные исследования удаление писария или снятие шваз шейки матки происходит 37-38 недель с последующей санацией и введением таких женщин уже рода значит коррекция из мекоцервикальной недостаточности может идти двумя путями мы можем идти по пути хирургической коррекции или серпляжа и консервативной коррекции которая была известна еще с древних времен и тот и другой метод позволяет нам или предупредить при профилактическом использовании если это группы риска или замедлить прогрессирование несостоятельности шейки матки если таковое уже есть хирургическая коррекция мы уже с вами обсудили что это наложение циркулярного шва на шейку матки или серпляжа личные методики наиболее часто используемые это трансвагинальная методика модификаций швов очень много с 1955 года Широткар предложил свою методику после этого пошел обвал вариантов это уже выбор конкретного врача возможно трансавдоминальный до 12 недель серпляж который все-таки в силу определенных причин применяется гораздо реже в историческом аспекте скажу что была защищена когда-то работа которая говорила о использовании медицинского клея с антимикробным эффектом когда использовали клей как бы заклеивали цирвикальный канал но потом там образовывались синехи и конечно в родах травматизация была гораздо больше от этого метода конечно же отказались ну тут представлены вам принцип хирургической коррекции шейки матки когда накладывается шов и чисто механически стягивается ближе к области внутреннего зева под контролем пальца для того чтобы уменьшить вот расширенную часть цирвикального канала все-таки на сегодняшний день мы считаем что такой альтернативным методом является использование консервативной коррекции а именно акушерских или разгружающих они к нам тоже в Украину пришли из Белоруссии и это было где-то примерно 2005 год когда мы впервые познакомились вот с разгружающими писарьями да тогда они были более жесткой конструкции но других не было и мы их начали использовать и они тоже помогали нам в вопросах вынашивания беременности у таких женщин и действительно они не требуют дополнительных специалистов в виде анестезиолога госпитализации женщин не нужно какие-то дополнительные действия производить у женщин улучшается психологический настрой женщины становятся более спокойными это тоже является одним из благоприятных факторов вынашивания беременности но что касается самого смысла действующих писарь то именно за счет ребер жесткости куда перенаправляется нагрузка с области внутреннего сила который сомнителен в выполнении своих функций давление смещается и немножко изменяется само положение шейки матки происходит ее сакрализация ну и обтурация шейки матки стенками центрального отверстия с сохранением слизистой пруги как одного из факторов противоинфекционной защиты ну вот тут тоже показаны варианты цервикометрии у беременных с акушерским писарием это все реально это все может производиться как и у каждого метода имеются свои противопоказания которые мы должны учитывать это и воспалительные заболевания выражена угроза уже прерывания преждевременных родов когда идет клиника разрыв лодных оболочек аномалии развития влагалища шейки матки рецидивирующие кровянистые выделения что тоже не стоит этого делать ну дискутабельные вопросы например можно ли ставить писарий женщина с предлежанием плаценты ну мы считаем что если у женщины нет клинических проявлений кровянистых выделений это была находка на ультразвуковом исследовании то в данном случае лучше поставить писарий чем накладывать шов потому что в случае развития кровотечения конечно же писарий убрать гораздо проще и быстрее чем снимать шов и вообще в этой ситуации что-то там по срочному делать конечно же у каждого из писариев есть свои группы пациентов свои ниши если разгружающий писарий мы говорили что основная его задача это уменьшить нагрузку на область внутреннего зева плюс используется тогда когда шейка матки укорачивается менее 15 миллиметров и вот здесь конечно он может решить вопрос вот этой разгрузки убрать лишнее давление на область внутреннего зева его перераспределить и конечно он тоже требует индивидуального подбора в зависимости от емкости влагалища конституционных особенностей женщины и ее паритета поскольку имеет уже три различных размера а то что сегодня появились уже силиконовые модификации это значительно облегчило и нашу работу и для женщин является более приемлемым постановка таких разгружающих писарий что касается цирпляр перфорированных писарий то здесь стоит основная задача это восстановить авторационную функцию шейки матки на фоне ее укорочения то есть тут мы уже говорим о случаях когда шейка матки более 15 миллиметров длиной и там где есть расширение цервикального канала и также существуют различные размеры и требуют индивидуального подбора и конечно же весь мир уже как говорилось о том что сегодня считают что обязательно является и медикаментозная прогестероновая поддержка причем предпочтение конечно же отдается формам микронизированного прогестерона вот было проведено большое количество исследований которое показало что именно использование интравагинального микронизированного прогестерона до 34 недели он позволяет достоверно снижать случаи преждевременного излития околоплодных вод и развития родовой деятельности ну вот то что я говорила мы использовали препарат литеина чем интересен что он является там сублингвальная и вагинальная таблетка дозировки стоит 200 миллиграмм то вот вагинальная таблетка были проведены исследования которые показали что очень быстро происходит высвобождение активного вещества и обеспечивает быструю и максимальную биодоступность когда мы говорим о выборе препарата прогестерона конечно есть препараты которые есть оригинальные есть препараты которые генерики в данном случае мы говорим о лютеине которые являются относятся к препаратам группы фармакологической альтернативы то есть действующее вещество хорошо нам известное микронизированный прогестерон но вот форма введения его отличается это и форма введения и форма самого препарата то есть это таблетки а не капсулы и это сублингвальная форма и вагинальная форма то есть еще раз повторяю это относится к фармакологической альтернативе Который тоже очень популярный в мире. И на сегодняшний день доказано, что вагинальные 200 мг лютеины могут поддерживать стабильную концентрацию прогестерона в течение 24 часов, что делает форму уникальной, достаточно удобной в использовании. И еще одно. Тут, где задействована вагинальная среда. Мы очень боимся, чтобы не нарушилось это хрупкое соотношение, чтобы не присоединился инфекционный фактор. И очень важно, чтобы была там кислая среда. Так вот, лютеина и вагинальная форма была разработана как раз с учетом нормального pH влагалища, поскольку содержится в составе среди дополнительных ингредиентов подкисляющих компонент и поддерживает pH в норме для развития микрофлоры. Таким образом, заканчивая свое выступление, я хочу сказать, что меняются наши взгляды, расширяются, углубляются на процессы различной опушерской патологии, в том числе на истмикоцервикальную недостаточность. И оказывается, сегодня имеет место очень большая взаимосвязь между уровнем прогестерона, уровнем микро- и макроэлементов в организме женщины для процессов созревания шейки матки при истмикоцервикальной недостаточности. И если правильно подходить к коррекции, правильно выявлять группы риска, о которых я говорила, то возможно даже при правильном подворье медикаментозной терапии обойтись у какого-то процента женщины без механических способов коррекции этой патологии, поскольку будет недопущено ее клиническое проявление. Ну а соблюдение в случаях, когда уже это выявлено, алгоритма диагностических лечебных действий у таких женщин с использованием микронизированного прогестерона, в данном случае мы говорили о лютеине, препарата магния, микронутриентной поддержки, двухэтапной санации половых путей, позволяет нам нормализовать и гормональные, и обменные нарушения, и обеспечить благоприятное дальнейшее донашивание беременности. Ну и использование консервативных методов коррекции цен с помощью акушерских писарьев позволяет уменьшить как психологическую, так и медикаментозную нагрузку на организм беременный и в большом проценте случаев избежать ненужных хирургических вмешательств. Я вам благодарна очень за внимание и готова ответить на ваши вопросы, если такие есть. Спасибо. Ну пока наши слушатели думают, я хочу сказать, в чате был один вопрос по поводу дозировок вагинальных перестеронов при установленном писарии. И, в общем-то, тут вопрос классический, достаточно ответ, точнее, прост. Без кровомазания выражены клиники 200, если есть клиника стабильная или нарастающая 400. Ну а вот эти вот одно из моментов, которые я постарался показать, это слайд Деренца, на котором он пишет, что в этих ситуациях и 800 у него в клинике вполне приемлемая доза. Конечно, я думаю, немногие у нас могут похвалиться этой дозировкой, имеющие опыт, но скажу честно, да, когда речь идет особенно о беременности, полученных через ЭКО или с помощью ЭКО, мы понимаем, чего стоит эта беременность для этих супружеских пар, я не о деньгах в данном случае, поэтому здесь уже, в общем-то, мы, как правило, при отсутствии должного эффекта идем на более высокие дозы, и 600, ну и, наверное, 800 тоже будет направлено. По моему докладу больше вопросов. Ну вот я смотрю, Сергей Николаевич, у нас появился в чате вопрос, подскажите, нужен ли контроль уровня прогестерона при его назначении на ранних сроках беременности? Ну я считаю, что здесь срок беременности не имеет значения, потому что контроль уровня прогестерона в крови, к сожалению, не отражает истинное состояние дел, потому что мы не знаем состояние рецепторного аппарата матки по отношению к восприятию вот этого прогестерона. Трата денег женщины и трата времени, лучше мы ЭКО назначим ей из нашего опыта, исходя хотя бы минимальную дозу прогестерона, будем смотреть, какая тут ситуация. Если это группа риска, если женщина с репродуктивными потерями, то мы сразу уходим на более высокую дозу, минимум 400 мг, а дальше уже по ситуации. А контроль, ну, мы его долго будем ждать, и он не покажет наместенную ситуацию. Да, я хочу пару слов, если позволите, Ирина Анатольевна, добавить к вашему слову. Дело в том, что когда начиналась эта тема прогестеронов, и все к ним относились очень осторожно, то в это время это даже было, допустим, в Беларуси в протоколе поописано, что тогда, когда он пониже. Но на том этапе практически это определить могли только отдельные клиники. Сегодня, когда есть у нас и развернутая сеть лабораторий клинических, это стало возможным. Но хотел бы здесь еще об одном предупредить, что есть прогестерон, который мы определяем свободные формы, есть прогестерон, который мы определяем, далеко не все, даже продвинутые лаборатории, связанные формы. На сегодняшний день нет научной теоретической базы доказательных, все же. Или какая-то одна фракция работает, когда ее не хватает. Или опит. Поэтому, когда речь идет о клинике, на сегодняшний день назначение прогестерона, как естественного гормона беременности, и вот эти моменты связанные с антипогестероном, я думаю, что это оправданная тактика, и упираться в какие-то лабораторные показатели не имеет смысла. Это потеря времени и, наверное, эффективность. Вот примерно так. Еще вопросы? По чату ничего. По чату ничего. Может быть, Вячеслав Натанович хочет нам прокомментировать, как ситуация обстоит с невынашиванием на территории Казахстана. Какие у вас там есть и вопросы, и проблемы, и методы их решения. Спасибо большое за возможность. Две секунды, я вас представлю. Сегодня с нами работает и будет комментировать наша ситуация академик Национальной Академии Наук Республики Казахстан, очень известный репродуктолог, акушер-гинеколог, профессор, автор множества монографий, просто успешный доктор и наш большой друг Лакшин Вячеслав Натанович. Спасибо. Спасибо. По-самому, на человек с белорусскими, а украинскими корнями. Отец мой из Белоруссии, мама из Украины, поэтому я очень рад, что сегодня с вами. И мы очень рады. Спасибо. Тема, которая сегодня обсуждается, она нам тоже, конечно, близка. Проблема для всех актуальна, к сожалению, трудно регулируемая. И, конечно, решение вопроса ИЦН подходами при помощи прогестерона, писарьев, она, в принципе, также решается и в Казахстане. Но вот частота, так сказать, многоплодия, ВРТ, я знаю, что в Украине эта проблема остро стоит. Есть клиники, которые упорно там попереносят больше, чем один эмбрион. То же самое есть и в нашей стране. И, конечно, здесь, преждевинной родой, особенно остро проблема стоит. И вы совершенно правы, решение – это адекватное назначение прогестерона и микронизированного прогестерона в частности. Но вот после ВРТ много, на самом деле, вопросов, связанные с невынашиванием. И, казалось бы, мы там берем туда санированных женщин, готовим их к программе, проводим всю необходимую прегравидарную подготовку. Но, тем не менее, частота невынашивания все-таки на уровне 20% она остается и практически не регулируется. Генетика, да, сегодня вот есть, кстати говоря, исследования, и в том числе у нас, преимплационный генетический скрин. К сожалению, не дал результата, ведь такого, который мы ожидали по снижению числа замерзшей беременности, по снижению невынашивания. То есть считали, что как бы исключаем генетический фактор, да, исключаем хромосомную патологию, но остаются моногенные заболевания, которые тоже часто несовместимы с развитием беременности. Поэтому вряд ли что-то скажу как бы новое. Мне очень нравится ваша тактика, и мы ее тоже придерживаемся. Но проблема требует дальнейших изысканий. То есть, может быть, надо решить вопрос об определении моногенных заболеваний, которые действительно способствуют остановке развития беременности и пытаться, так сказать, выбирать уже эмбрион не только на основе, так сказать, хромосомной патологии, которую мы диагностируем, но при проведении исследований моногенных заболеваний. Сегодня много исследований в этом направлении. И вторая часть, что не исключено, что во время забора материала, при заборе одной-двуклетки трехтодермы происходит какое-то повреждение эмбриона, хотя тоже мало по этому поводу данных. Поэтому сегодня появились работы, которые позволяют из среды взять клетки. То есть, это очень должна быть высокая чувствительность метода, и потом амплификация происходит из этих единичных молекул, амплифицируют, увеличивают ДНК и дальше исследуют уже со среды, не повреждая эмбрион. Поэтому в ЭКО проблема невынашивания стоит остро, и ее решение тоже такое неоднозначное. Но то, что касается второго триместра, то вопросов нет. Мне очень нравится эта тактика. У нас тоже очень увлекались швами. Там особенно было много учеников московской школы, любимого и так далее. Да-да-да. Знаете же, да, сегодня это стало редко, и поняли, что число осложнений, число инфицирования упало. Поэтому сегодня есть писарьи, есть прогестероны. Этого вполне достаточно для того, чтобы, так сказать, пытаться сохранить и пролонгировать беременность. Ну и, конечно, преждевременные роды – это вопрос и плода. То есть сегодня с 22 недель тоже проблема плохо решается. То есть клиники не готовы к вот такому вынашиванию, несмотря на то, что уже много лет мы занимаемся выхаживанием этих маловесных детей. Но это тоже проблема, которая так очень медленно решается, на самом деле. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Вячеслав Анатольевич. Вы украсили наш сегодняшний разговор. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, Сергей Николаевич? Спасибо, коллеги. Я очень рад, действительно, что мы имели такой, ну, в чем-то сюрприз в виде вашего подключения, Вячеслав Анатольевич. Это всегда очень приятно. И я знаю, что мы, благодаря Ирине Анатольевне, я получил ваши контакты. В ближайшее время обязательно свяжусь, и мы продолжим эту работу. И надеюсь, что в следующий раз или в какой-то из следующих наших встреч вы в активном формате поработаете с нами, а не только в качестве зрителя. И у меня будет большая просьба к нашим слушателям, которые, может быть, захотят в дальнейшем с нами работать. Нас интересуют два вопроса. Первый вопрос технического порядка. Время, вот это время мы избрали по-белорусски, по-украински, 18.0. Чтобы доктора могли вернуться с работы, немножко отдохнуть, выпить чашку кофе и спокойно послушать наши выступления, потом других. Это время устраивает ли, или, может быть, будет пожелание на какие-то подвижки. И второе – это время самого вебинара. Вообще мы планируем три лектора, где-то по 40 минут. Больше не надо. И времени у доктора не будет, и утомительно. Сегодня мы попробовали два, чтобы дать малый формат. В следующий раз и далее хотим три. Надо понимать и знать ваше мнение о том, насколько такие диапазоны наших встреч приемлемы и удобны. Вот это такая просьба в чат, пожалуйста, на Симурзовский сайт. Если ваши друзья, коллеги не смогли посмотреть, а вы хотели бы, чтобы это было, сайт компании «Медицинский Симурзовский». Там будет запись нашего вебинара, которую можно будет достаточно долго находить и смотреть, независимо от времени подключения или неподключения непосредственно в трансляцию. Вот, Сергей Николаевич, нам уже пришли здесь первые ответы. Люди согласны по времени, начало вебинара удобно, пишут много, пишут, что это удобное время. Кто-то пишет, что лучше две лекции, как сейчас, что это компактно, кратко и по существу. Вот то, что мы получили первые ответы, как бы на вот это. Да, 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 хорошо. И тут еще поступило к нам два вопроса. Просто я не очень знаю, откуда поступил вопрос, потому что он звучит следующим образом. Предусматривает ли ваш национальный протокол скрининговое определение длины шейки матки трансвагинально на первом антинатальном визите в женскую консультацию? Это, может быть, кванк, там, где вы говорили о том, что вот когда скрининг делает, что и шейку посмотреть. Еще раз, если можно вопрос прочитать, я на него отвечу. Предусматривает ли ваш национальный протокол скрининговое определение длины шейки матки трансвагинальным методом на первом антинатальном визите в женскую консультацию? Вопрос в том, когда этот первый визит состоялся, может быть, при первом скрининге имеется в виду? Дело в том, что это пилотный проект, который у нас в стране проводился и завершен. На этом утверждены инструктивные документы Денисдрава. У нас есть такой документ, инструкция по применению. Она носит равный по своей значимости, потому что утверждается первому заду министра, утверждается равный с протоколами, ответственность, так скажем, но вырабатывается значительно чаще, как бы механизм доработки. Но в протоколы это не включено, по причине того, что этот документ, он вышел несколько позже последней редакции протокола. И, естественно, как инструктивный документ министерства, я очень надеюсь, в следующей версии протокола или при доработке будет учтен. Вот нам уточнили, я прошу прощения, нам уточнил автор вопроса, что он нас слушает из Грузии, и это очень приятно. Вот видите, как наша география расширилась. И что Денисов веду первый визит в 12 недель именно. Да, вот я уже в чате вижу вопрос в 12 недель, первый визит, да. Да, да, да. Это вот по поводу продолжения того вопроса. Конечно, 12. Первый скрининг, и на первом скрининге мы имеем возможность провести цирракометрию. Если позже, это уже будет ближе к цене. Короткая шейка, как ранний предиктор, оптимально это 12. У нас, к сожалению, протоколы по невынашиванию были приняты достаточно давно, а потом в силу определенных ситуативных моментов в Минздраве у нас были не то что отменены, но приостановлена работа над созданием новых и пересматриванием более современных позиций в имеющихся протоколах. Поэтому мы сейчас вот на пути, сейчас новое руководство Минздрава говорит о том, что мы сейчас будем обновлять наши протоколы, и я думаю, что у нас как раз это будет оговорено в нашем национальном протоколе. И еще здесь было два вопроса, касающихся, как ориентироваться по клинике, когда необходимо снижение дозы, и тоже здесь второй вопрос, когда возможно снижение дозы прогестерона. Сергей Николаевич, вы, а потом я добавлю. У меня кратность частота проведения контрольной. Если при первой цирройкометрии направлены нет короткой шейки, нет ИЦН, то второй скрининг. Если эти явления имеют место быть через две недели по поводу кратности. Протокол 16-го тоже приводит. Да, обновление. Но что касается доз прогестерона, то... Это даже протокол 16-го? Нет, это не наш, это в Грузии, видимо, протокол 16-го. У нас еще раньше, у нас еще, по-моему, восьмого года. Тут спросили по дозам прогестерона, когда можем их снижать и до какого срока. Ну, в принципе, прогестерон вагинальный до 34 недель разрешен по инструкции. А что касается, как определить, когда снижать, когда и снижать ли вообще, здесь, конечно же, очень важно и анамнез женщины. Если у нее уже были потери, то лучше не рисковать. Пусть она идет на этой дозе все время до оговоренного срока 34 недели. Если это женщина первобеременная, и в силу каких-то факторов риска вы решили, что она подлежит вот этой прогестероновой поддержке на фоне всех остальных мероприятий, писария, магния и так далее, то здесь, конечно же, нужно смотреть в динамике шейку матки и клинику, не нарастает ли клиника угрозы преждевременных родов, и сохраняется ли длина шейки матки при наложенном писарии. Здесь можно это делать и пальпаторно тоже, и смотреть, насколько он выполняет свои функции. Если все в порядке, вы можете немножко снижать дозу, да, действительно, но совсем не снимать ее. Пока все? Или еще что-то будет? Пока я не вижу других вопросов. Что, что протоколы, понимаете, ребят, дело в том, что я хочу сказать вот что, о протоколах вообще, ну, может быть, это прозвучит как субъективное мнение, но как председатель Ассоциации Белорусской, я неоднократно имел отношение с разным редакциям протоколов, мы, наверное, порой, как бы говоря о том, что протоколы наши – это рекомендательный характер, но когда мы едем на проверку тяжелых случаев, мы пишем, соблюдены протоколы или не соблюдены. Поэтому нам надо прежде всего определиться, что же это за документ. Если это протокол, который заключается как согласие между пациентом и клиникой, частной клиникой, страховой клиникой, клиника не выполнила свои обязательства, идут определенные штрафные санкции. Это понятно. Есть обязательства сторон. Мы же говорим на уровне наших министерств, что это необязательный документ, а спрашиваем по полной. Поэтому за пять лет многое меняется. Есть иные документы Мездрава, вот такие, к примеру, у нас, как инструкция по применению, которая может выйти во время между протоколами. И доктор получает юридическое право работать по новой методологии, этот документ его защищает. Поэтому надо пользоваться такими вещами, чтобы иметь более легкую психологическую грань выхода за грань протоколов. Тут поступила вам благодарность, Сергей Николаевич. Тоже неплохо, спасибо. Да, Танько Сергей Николаевич, все по существу, кратко, доступно, приятно слушать. Спасибо. Да, спасибо, Сергей Николаевич, за организацию сегодняшнего. Дай Бог не последний у нас будет. Конечно, я не только уверен, мы же с вами к этому шли, и мы пойдем дальше, безусловно. Все будет хорошо в развитии этой темы, особенно если наши доктора нас услышат, услышали, услышат, и если это полезно для нас всех, это здорово. Жаль, что не в очной форме, но пока так. Но скоро Лиза сие когда-нибудь минет. И будем завершать нашу работу, я так понимаю. Я хочу от имени нашей команды сказать всем спасибо и моему партнеру. И вам тоже. И вода, с которой, может быть, многие сегодня познакомились. Хотя я успел в свое время белорусин пригласить. Вы приезжали к нам в город Минск, но я неоднократно был в Украине. Так что дружим мы давно. Но, надеюсь, скоро сможем и реально нормально встречаться. Я очень рад, что мы расширили нашу географию. Я еще раз повторюсь, что, Антон, спасибо вам, что вы подключились. И очень надеюсь на более тесное сотрудничество. Пожелаем успеха нашему начинанию. И будем надеяться на развитие, будем надеяться на то, что нашим коллегам это будет интересно. Доброго всем вечера. Храни вас в вашем месте. Спасибо всем. Спасибо всем. Доброго здоровья и всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...